Всем привет! С вами Татьяна. Добро пожаловать на канал. Я давно не снимала видео, практически все лето. И я прошу прощения. Думаю, что теперь у меня время нормализуется, стабилизируется, потому что в летний период у меня были определенные причины, когда я не могла снимать более чаще видео. Но об этом я расскажу позже. Сегодня я хочу с вами поделиться накопившимися заказами с китайских сайтов и показать, что и как, в каком виде пришло, что было более удачным, что неудачным. В общем, если вам интересно, остайтесь со мной и давайте посмотрим вместе. Первое, что я вам покажу, это из товаров красоты, будем так называть. То есть это бижутерия, какие-то такие штучки. Значит, первое это серьги, которые я заказала на Алиэкспресс. Они пришли, как вам известно, вот в таких бумажных, пупырчатых конвертиках, да, и в этой коробочке внутри. Значит, коробочка такая картонно-бумажная, в общем, с таким милым бантиком розового цвета. В общем, серьги я заказывала не просто так, а они мне как бы понравились, можно так говорить, по отзывам и все такое. Но есть один такой неприятный момент, что все-таки эти серьги поступили мне в не самом лучшем виде. А что именно? В общем, выглядят они вот так. С таким играющим камушком под золото, значит, фурнитура. Вот такая собачка-застежка. То есть, они гвоздики, а вы поняли, да? В общем, в принципе, держится ничего, все хорошо. Играют на солнышке. Не знаю, как вам показать. Примерно они бы смотрелись на ушки. Вот так. Ну, не скажу, что они мне очень-очень понравились наяву, но на самом сайте, да, то есть в виде картинки, фотографий, они смотрелись очень даже прилично. И отзывы о них были очень хорошие. Но все ничего, как бы 50 на 50, будем так говорить. Но есть один момент, когда вторая серьга, просто вот я открыла коробочку, вытащила их из прозрачного пакетика, они дополнительно упакованы были, и сразу же выпал камушек. То есть, видите, камушек отдельно у меня в руке, и сама серьгая фурнитура у меня отдельно. Ну, я думаю, это не столь большая проблема. То есть, его можно, этот камушек, посадить обратно на клей, и будет все держаться. Но все-таки эти серьги выглядят немножко, в общем, дешево, будем так называть это. Все-таки они как-то на сайте смотрятся более прилично, что ли. В общем, это первые серьги. Я, в общем, кому они нравятся, вот такой вот модели, вот такой вот внешности. И, в принципе, еще добавлю, что... Ой, простите. Добавлю, что на сайте именно продавец предлагает несколько вариантов рассвета камушек. Также в виде серебра и золота. То есть, желтой-белой фурнитуры. А сам цвет камушка довольно много там выборов. Ну, не знаю, очень много. В общем, я оставлю ссылку, где у которого продавца покупала я. Я оставлю ссылку в инфобоксе под видео. Заходите, смотрите. Возможно, если вам интересно, выбирайте. И, в общем, это все про эти серьги. Я рекомендую, кому они понравились, а кому не понравились, не рекомендую. Но скажу за себя, что я больше такие серьги заказывать не буду. Ни себе, ни в подарок. Значит, следующие. Это тоже будут серьги. Они мне понравились на сайте очень-очень. И скажу изначально, что именно эти серьги я брала по отзыву видеоблогера. Сейчас не могу сказать точно, кого. Возможно, это было случайно. В общем, которого я не смотрю постоянно, да, девушка. Но мне понравились эти серьги. В общем, я спросила ссылку. В общем, да-да-да. Мне они понравились. Они мне понравились в принципе и на его. Вот так вот они выглядят. Красивый голубой камушек. Дизайн мне сережек тоже нравится. То есть это тоже не гвоздики, а видите, уже видно косяк. Это замочек. Но видите, какой здесь минус большой. Я их не могу носить, потому что одна серьга нормальная, а вторая вот она не держится. Видите, замочек не держится. Он просто, ну... Эти серьги, если я надену, я их просто сразу же потеряю. То есть если одна серьга нормальная, вот очень даже крепко крепится, вот щелчок слышим, то вторая серьга абсолютно не держится. Можете наблюдать, как она просто падает. То есть серьги мне нравятся, но порекомендовать смогу, но вот на удачу придут они в каком состоянии, что где отвалится или не будет работать. Это уже косяк китайский сайт. Но возможно, невозможно, наверное, все-таки можно. Написать продавцу было вовремя, будем так говорить. И пожаловаться на то, что серьга одна была неудачная, он, возможно, прислал бы другую пару или одну серьгу, но так как я не была дома в этот момент, и я не видела эти серьги, то есть я их увидела уже, когда я вернулась с отпуска, а в отпуске я была довольно долгий промежуток времени, поэтому я их увидела уже после того, когда мой срок защиты покупателя уже закончился. и мне оспаривать это с продавцом было просто невозможно, будем так говорить. Следующие серьги. И, кстати, эти сережечки были упакованы также. Такой пакетик и еще вот такой дополнительный пакетик голубого цвета. Ну, капроновый, да? То есть мешочек. Следующие серьги, которые я заказала, я не помню, я их заказывала как-то раньше, и, возможно, я их показывала уже в предыдущем видео о покупках с китайских сайтов, но, не знаю, покажу еще раз, просто я их сейчас не помню. Это вот такие серьги, гвоздики, бюссет. То есть многим известны. Ну, мне понравился цвет, и я заказала две пары себе и на подарок. Вот такие вот. Ничего, все держится, все плотненько фиксируется. В принципе, дешево и, ну, не знаю, что-то новенькое, что-то прикольненькое. Также упакован прозрачный пакетик, стоили очень дешево, в пределах 50 центов, наверное, или, ну, может, чуть-чуть больше, но, то есть это цена до евро. И, кстати, скажу, вернусь к предыдущим серьгам, то есть вот эти серьги и вот эти серьги, которые в розовой коробочке, они стоили в пределах 3,5 евро. Но видите, что одни, что вторые, просто неудачные. Так, а следующее. Это серьги я заказала себе на хэллоуин, праздник хэллоуин. Это такие сережки-гвоздики в виде пауков. Они маленькие, также упакованы вот в такой вот пакетик прозрачный и дополнительно вот в картоночке. Значит, здесь паучок, он состоит, ну, как бы с этих лапок, а его животик и голова состоят из камушек. Вот они немножко играют, если увидите. Это небольшие маленькие гвоздики. Стоили тоже копейки. Про эти серьги я оставлю ссылку также в инфопоксе под видео. Следующее это такой гаджет для волос, будем называть. Так как я блондинка, я заказала светлого цвета. Это может быть для какой-нибудь, в общем, укладки волос. Я не знаю, где-то там приподнять чего-то, или здесь, и туда волос навернуть, или там сзади где-то. В общем, это стоило копейки. Оно, в общем, такой гребешок с таким по пушап, или как это называется. Таким, в общем, для объема волос. Следующее это, я при вас и открою сразу. Это будут такие два пинцета, они маникюрные. В общем, для оформления маникюра каких-нибудь там, не знаю, рисунков, наклеек, или еще чего-то. Давайте откроем один. Какой-нибудь вот этот. Я ими еще не пользовалась, но, надеюсь, буду пользоваться. В общем, да, такой пинцет-пинцет. И, ну, отправится что-то там, какие-нибудь наклеечки, или какие-то рисуночки. Открывается таким. Ковар специальный для него. Тоже стоили очень дешево, поэтому какие-то копейки. Следующее. Это также предназначено для маникюра. Это ленты. Ленты всевозможных цветов. И здесь целая пачка. Посмотрите, тут разные-разные цвета. Перламутровые. И, в общем, разные-разные золотые и серебряные цветные. Это ленточки, которые предназначены для наклейки маникюра. И, в общем, да, вы знаете, можно оформить с помощью этих ленточек красивый маникюр. Но я скажу одно, что я какой-то из этих цветов один попыталась попробовать. У меня ничего не получилось. И, в общем, я пока месяц поставила дело. Не знаю, когда я займусь этим делом. Это надо, когда просто нету никаких забот. Тупо сидишь, маникюром занимаешься. Возможно, можно набить руку для этого. Ну, заказала, чтобы было, что ли. Не знаю. Может, когда-нибудь попробую. Следующее. Это такой гаджет. Он работает на батарейках. Для чистки катышек на жестяных вещах. То есть как он работает, я еще его не пользовала, но я видела, как он пользуется. То есть он тоже стоил недорого, в пределах 3 евро. Небольшого цвета. То есть в такой коробочке. Дополнительно он был также упакован в какую-то не знаю, какой-то пакет пурчатый. Пакетики. И вот здесь вот входит пара батареек пальчиковых. Да, пара батареек. Кнопка включить-выключить. И здесь такая как бы насадочка. Вроде терочки, да. а внутри виден такой как бы как как на мясорубке бывают такие ножи, да. Вот видимо они и то есть водите по поверхности слегка ваши не знаю, шестяной вещи какой-нибудь, да. И это все эти катушки как бы обрезаются и поступает вот этот контейнер. Этот контейнер снимается сейчас не знаю как в общем он точно снимается и выбрасывается оттуда мусор. В общем как точилка для карандашей. Следующее это тоже также будем назвать качек для для телефона или камеры который в общем прикрепляется значит очень плотно я пробовала прикрепляется к окну машины это для именно в машине или ну в общем какой-нибудь стеклянной поверхности где вам надо возможно вот у меня стол он стеклянный и я могу это прикрепить и к столу кстати очень хорошо крепится вот и в общем здесь такие есть насад регулирующие в общем можно регулировать да то есть как поместить как повернуть все это крутится вертится тоже стоило недорого в общем я его заказала надеюсь буду пользоваться следующее это будет кстати да я вам не показала это будут часы первые часы вот на мне они также из китайского сайта выглядят вот так значит мне они показались очень интересно и недорого стоили буквально я не знаю полтора евро наверное максимум то есть вот так они выглядят прозрачная прозрачный корпус значит фурнитура под золото под красное золото у меня они показались интересными я не знаю то есть не так же на батарейке кварцевые как это по-русски ремешок ремешок он не кожаный но вроде как под кожу ну в общем мне они немножко великоваты мне нужно немножечко сделать ремешок поменьше тогда они будут сидеть более комфортно и красивее а следующие части я вам покажу вот такие они мне тоже были интересны я увидела у одной из девушек блогеров которая показывала на обзоре эти часы посмотрите они выглядят таким образом также на батарейке на первый взгляд они выглядят такими массивными вроде бы тяжелыми но на самом деле они легкие и при всем при этом это не пластмасса никакая не пластик это вот какой-то вроде дутый металл то есть такой пустой вот в этих цепях как бы он не тяжелый и я себе заказала именно в этом свете там были золотой серебряный тон в общем мне вот такой понравился и мне они нравятся по сути они прикольные чтобы вам показать примерно как это выглядит это будет вот так выглядеть то есть вообще круто смотрится на мой взгляд но немножечко они мне великваты я не знаю как это поправить чтобы все-таки я бы хотела чтобы они сидели вот так но когда я у меня есть видите столько вот место то есть у меня рука довольно запястье довольно тоненькое и они у меня в общем вот так вот болтаются и бегают то есть вот сами часы да сам корпус он может быть вот здесь вот здесь но как попало мне как бы нравится чтобы он вот так зафиксировался мне тогда мне так кажется круто в общем советую вот эти часы если у кого рука чуть побольше моей, то есть запястьки побольше, покрупнее моей, будет вообще идеально сидеть. И по цене и качеству я очень довольна. То есть я советую эти часики. В принципе, вот эти советы, к чему нет, тоже интересные. Ну, в общем, кому они приглянулись, то информация вся про эти покупки часы, инфобоксы, заглядывайте под видео. Значит, следующее, это заказывала купальники. Я не знаю, зачем это было. Практически конец лета. Не конец лета, но это был начало августа. Хотя у меня купальники на этот год есть. Почему-то я решила, что на следующий год будет. В общем, один купальник это будет такой раздельный. Вот такой черного цвета. На модели он сидел очень красиво, мне понравился. В общем, с пуш-апом. Я не очень люблю такие плотные пуш-апы. Именно вот в этом скалтере это так и есть. Такие вот верхняя лямка состоит из трех тоненьких лямочек. Задняя вот такой вот ширины. Тоже как бы идет сплошная. И потом половина лямки как бы состоит из трех тоненьких лямочек. В принципе, ничего. На модели он сидит хорошо, а на мне он сидит не очень. Почему? Потому что он мне оказался очень маленьким. в общем... В общем... В общем, очень маленький. И... Ну, я его не могу носить, да? То есть не могу надеть. Плавки к ним вот такие тоже по бокам такие тоненькие три лямочки. То есть на сайте вы это увидите. Я оставлю ссылку. Вот такие плавки. Они... Материал довольно плотный. То есть если он бы был не такой плотный, возможно, я бы натянула это на себя. Хотя я ношу размер S. И брала я размер S. Ну вот. Кстати, да, пленка защищена. Ну, в общем, как на всех купальниках нормальных должна быть. Вот такая пленка. Она здесь есть. И следующий купальник мне очень понравился по цвету. Он стоил очень-очень ешевый. Я не знаю. Ну, какие-то прям чуть ли там не евро, что ли. Вот такого вот цвета. Красиво я сидела на модели. Сбоку здесь сплошная лямка, да. Здесь сбоку завязывается. Мне понравился цвет. Но на мне он не сидит. Я думаю, не то, чтобы на мне не сидит. Он вообще ни на ком не будет сидеть. Почему? Потому что он такой рыхлый. Он совсем не держит. Он просто слетает. Просто слетает. Это не говоря о том, что если вы поете где-то в воду, зайдете в море или, ну, неважно, в речку или в бассейн, он просто с вас слетит. Может быть, позагорать еще как-то там, полежать, да, но не знаю. Мне, я не хочу попасть в неловкое положение, будем так говорить. то есть, я его носить не буду. И верх к этому купальнику принадлежит вот такой. Вот так он выглядит, без верхних лямочек, только заднее завязывается. То есть, видите, вот так это выглядит. Надо как бы перекрутить вот таким образом. Да, вроде бы ничего сидит, но он также не держится совершенно. то есть просто пойти позагорать наверное можно, но я не буду рисковать. И что еще? И наверное последнее, что я вам покажу на сегодня это такие защитные прокладочки будем называть наверное под мышки на одежду под мышки. То есть, в эту часть я заказала именно в бежевом оттенке. Вот они такие одноразовые. В общем, их отлепил, прилепил на одежду. Если выстрадаете сильным пот выделением, то наверное это довольно-таки неплохая защита. У меня здесь целый пакет. Я сейчас не могу сказать сколько здесь штук, но наверное штук 50 должно быть именно в этой упаковке. стоили они там в пределах 3-4 евро. Это также по-моему с Алиэкспресс. То есть, все ссылки оставлю под видео инфобоксе. Заглядывайте и проходите по ссылкам, если вас заинтересовал тот или иной продукт. В общем, они идут вот как бы парой. это все, что я вам сегодня хотела показать. Мне приятно было поделиться вот этой информацией. Если вам также было приятно, пишите мне это в комментариях. Возможно, у вас есть вопросы по какому-то определенному товару, побольше какой-то конкретный вопрос, я могу вам ответить. Напишите мне об этом и напишите мне, пожалуйста, в комментариях, насколько вам нравится подобный тип видео, потому что я только начала снимать все видео и не знаю, очень много теперь на ютубе видео про товары из китайских сайтов. Я не очень за за них, но иногда хочется сделать какие-то покупки именно онлайн и чтобы они были недорогими, потому что, как говорится, вдруг не подойдет, мне жалко было с этим расстаться. И напишите в комментариях, какие видео вы хотели еще видеть, чтобы я сняла. Возможно, вы видите во мне какой-то потенциал каких-то других видео. В общем, я с вами все равно поделюсь другими типами видео. если вы заметили у меня сзади поменялась обстановка, а это говорит о том, что мы переехали в другую квартиру и эту квартиру мы получили государственную, стояли на очереди немало лет. И об этом я вам расскажу в следующем каком-нибудь из видео и покажу эту квартиру. Ну, а на сегодня все. Всем хорошего дня, не только сегодня. Всех целую, всем пока. Bye!